В селе Арском на склоне под храмовым комплексом, где в прошлом году произошел большой оползень, укрепительные работы были завершены еще зимой. Проведены дренажные работы для водоотведения и построены две подпорные стенки. Восстановлена лестница, ведущая к купели. Слава Богу, что получилось, сделали проект, организовали строительную площадку, завозили много грунта, щебня, металлические, серьезные сваи, 14-метровые, 16-метровые сваи. Забивали в твердый грунт куда-то, засыпали щебнем. Это получилась мощная подпорная стена для того, чтобы склон не двигался. Это все производилось в основном в зимнее время. Храмовый комплекс славится тем, что на его территории находится самый старейший храм Ульяновской области. Храм Богоявления был построен в 1649 году. Почти 20 лет назад началось его восстановление. А рядом с ним был возведен храм Блаженной Ксении Петербургской по образу и подобию церквей 14 века. В данном исполнении он единственный в Ульяновской области. Он уникален и своей крестильней, баптистерии, где крестят по старинным православным канонам с полным погружением в воду. То есть это укрепление, причем укрепление очень серьезное, основательное. Вот этих вот сходов грунта, которые угрожали самому храмовому комплексу, это является очень важной работой. Хотелось бы, конечно, поблагодарить от своего имени, от имени всех прихожан, от имени тех, кто интересуется культурой нашей. На территории храмового комплекса проводится большая социальная работа. Специалисты организуют конкурсы и на всероссийском уровне. Ежедневно здесь обучается хореографии, вокалу, подготовке к школе до 70 детей. На территории храма живут те, кто остался без крыши над головой. Сюда приезжают паломники из других регионов страны. Наш комплекс, я считаю, это жемчужина работы именно по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию. Поэтому очень отрадно, что на наш комплекс обратили внимание власти. Но надеемся, что работа будет продолжена, потому что опузень не остановился. Он только приостановился и под угрозой еще и поселок Погребы, и местные жители, которые неподалеку от храмового комплекса проживают. Сегодня, апрель 2022 года, в Арском вспоминают, как в страшном сне. 20 апреля буквально за ночь сдвинулась земля около храмового комплекса. Лестница к святому источнику Ксении Блаженной отошла сначала на метр и стала висеть в воздухе. В следующие дни ситуация усугубилась. Процесс усилился и очень резко стала земля опадать, опускаться вниз, отходить в сторону речки. Речка стала уже, просто земля вся сдвинулась туда, в речку. И, соответственно, возникла такая опасность, что вот эти здания храма Ксении Блаженной, здания нашего концертного и выставочного зала, которые мы используем в работе с детьми в основном, могут оказаться в очень серьезном, плачевном состоянии. Во время оползня пропала вода в святом источнике Ксении Блаженной, в которой стекается вода из семи родников, бьющих из-под одноименного храма. При укреплении склона провели специальные работы, чтобы восстановить источник. Когда делали подпорную стеночку, провели горизонтальное обурение из этих мест, и попали прямо в эти колодцы, которые мы прокопали. И вода самотеком стала выходить из них. Все всю эту воду собрали в одну трубу, лишняя вода уходит сразу в речку, а часть воды, этой грунтовой, уходит в эту купель. В экстренных службах Ульяновска тогда сообщали о подвижках грунта протяженностью 700 метров, из которых около 250 метров – это зона храмового комплекса, жилой застройки и дорожной инфраструктуры на западной и юго-западной окраине села Арское. Был введен режим повышенной готовности в Засвияжском районе для органов управления и спасателей. Причиной таких подвижек грунта является сложная гидрологическая ситуация. Два слоя грунтовых вод. Один слой грунтовых вод находится, вода протекает по жесткой твердой глине, которая находится 10,5 метров от поверхности земли. А второй слой, там твердый грунт идет, потом рыхлый грунт, потом идет вода, под ним еще, и еще один твердый грунт. И это уже на глубине около 17 метров. Настоятель обращался во многие инстанции, чтобы помогли укрепить склон. Последней инстанцией стал губернатор. Когда обратились к губернатору Алексею Юрьевичу, он молодец, отреагировал очень даже замечательно, хорошо. Приехал сам, лично посмотрел, два раза приезжал. Несмотря на то, что в бюджет не были заложены эти деньги, он каким-то образом умудрился договориться, дать указания, чтобы стали делать проект. Как утверждает отец Алексей, проект был сделан вплоть до дороги в погребы, на участок длиной примерно в 300 метров. К работам по укреплению склона приступили со стороны храмового комплекса в конце октября. Контроль за проведением работы осуществляли администрации города и области. Настоятель похвалил и работу подрядной организации, которая очень ответственно подошла ко всему процессу укрепления склона. Но отец Алексей считает, что опасность дальнейшего схода грунта осталась. Он каждый день наблюдает, как оседает грунт. Из-за того, что делали в морозное время, земля потихонечку начинает оттаивать, и грунт, вот этот тяжелый, он начинает потихонечку немножечко оседать вниз. Заметно? Ну, я смотрю, для меня заметно, потому что я каждый день наблюдаю, да, там где на 5 сантиметров, где на 7, где на 2 сантиметра, грунт оседает. И за стеночкой подпорной, где идет насыпь, стали появляться тоже трещинки, понимаете, туда уже дальше, ближе к храму. Это может быть и безопасно, если это просто процесс оттаивания грунта. И опасно, если это более глубинные процессы. Время покажет, считает настоятель. Ну, то, что сделано, это огромная, грандиозная работа, за которой, в общем-то, всем людям, исполнителям, кто этим занимался, от нас большое спасибо. Но я думаю, что и от местных жителей тоже. Тем более, что местными жителями я понимаю, что в перспективе, уже в ближайшей перспективе тоже начнут заниматься, продолжать эту подпорную стенку. Как считает протеерей Алексей Кармишин и жители, в скором времени надо продолжить укреплять склон в сторону села Погребы, чтобы там остановить оползневой процесс. Сейчас под угрозой обрушения единственная асфальтовая дорога, соединяющая населенный пункт с царским и областным центром. На сегодня в селе Погребы постоянно проживает 100 человек, в том числе и дети-школьники. Некоторые сельчане работают в Ульяновске. Летом население в Погребах вырастет до 5000 человек за счет дачников. Выражаю большие надежды всех жителей поселка Погребы, а также жителей, которые расположены рядом с храмовым комплексом, что эти работы продолжатся. И оползень будет остановлен. Иначе дорога – это единственное сообщение поселка с цивилизацией и инфраструктурой, потому что в поселке нет магазина, нет даже фельдшерского кушерского пункта. Жители беспокоятся, что процесс подготовки к укреплению следующего ползневого участка может затянуться в связи с исследовательскими работами историков и археологов случайно выявленного большого старого захоронения, который обнажил оползень. Они очень надеются, что специалисты ускорятся, иначе ползневой обрыв может подойти близко к жилым домам сел Арска и Погребы. Ирина Антонова, Данил Сурков, Уллправда ТВ